Открытый гей. Недостаточный гей. Настоящий гей. Эра Водолея – это эпоха горизонтальных коммуникаций. Это программа «Последний Белковский» с Максимом Гликиным. Это абсурд. Не так уж и плохо. Добрый день. Это программа «Последний Белковский» с Максимом Гликиным. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Максим. Привет всей аудитории. Писатель, публицист, политехнолог, знаток человеческих душ Станислава Белковский снова в нашей студии. И расскажет о самом главном, что нас интересует, а именно о высших сферах, о высшей политике. У нас на носу день 8 марта. Мы хотим поговорить о женщинах в политике. Вот вопрос такой принципиальный, который возник, когда мы готовились к этой передаче. Почему мы никогда не говорим о преемницах? Мы говорим только о преемниках Владимира Путина. А почему бы не поговорить о преемницах? Почему невозможно, а может быть уже настало то время, когда в связи с конституционной реформой, в связи с тем, что функции президента будут купированы, ослаблены. Президент будет не 20 лет сейчас, а всего 12. Ну, по крайней мере, так задумано. Почему бы не... А если Медведев, то всего 6? Потому что по правкам Конституции нельзя больше двух сроков быть вообще, а не подряд. Да. Кстати говоря, Медведев вообще только 6 лет светит. В хорошем смысле. Плохо, впрочем, тоже не важно. Не бой могу. Да, но мы о других дамах поговорим, тем более, что опыт исторический, о нем мы тоже, наверное, поговорим, такой есть. Я, как вы знаете, может быть, Максим, и как знает часть нашей аудитории, вообще сторонник теории женского правления. Я считаю, что мужчина идеально реализуется в одной из четырех апостасей. Ученый и художник, в самых широких смыслах этого слова, воин и святой. А править, управлять должны женщины, поскольку они более склонны к компромиссу, их личностные приоритеты более соответствуют классическим теориям управления. И главное, они, используя пошловатое формулировку, не склонны мериться половыми органами. Не такие святые. Да, тем более, в общем-то, женщины зачастую и правят всем из тени, управляют по известному принципу, что муж – глава, семья – жена – шея. И здесь я сторонник поведения формального соответствия с фактическим. И, конечно, очень хорошо, если преемником Владимира Путина на высшем государственном посту станет дама, например, вполне готовая кандидатка Валентина Ивановна Матвиенко, нынешний спикер Совета Федерации. Она уже не очень молода, молодая была уже не молода. Ей за 70, но в то же время она в прекрасной физической форме, как мы видим. Прекрасно одевается, как говорят, курит только лучи сигареты. Свободно, кстати, говорит по-английски, она дипломат с огромным стажем. И, в общем, подходит по целому ряду параметров, а главное – по параметру преданности Владимиру Путину. Ясно, что такой человек его не сдаст. И, кстати, я бы здесь отметил влияние Раисы Горбачевой на судьбы нашей Родины. Многие считали, что, собственно, она принимает ключевые решения, а вовсе не ее сынок. Да, еще была анекдота о том, что самые главные звезды в Советском Союзе – это Райкин отец, Райкин сын, Райкин муж. Многие считали, что это не самый удачный опыт такого закулисного правления. Правильно, именно поэтому нужно провести формальное в соответствии с фактическим и вывести даму из-за кулисы, сделать ее формальным президентом страны. Да и фактическим тоже. И в связи с этим вопрос, а почему бы не могла быть преемница во всех мыслах этого слова, то есть наследница престола, а именно Екатерина Тихонова, которую теперь, кажется, вся страна уже знает. Да, тем более, мне кажется, ее и назвали в честь Екатерины Второй. Неизвестно, думал ли тогда Владимир Владимирович о своей карьере в политике, но он человек амбициозный, чем, опять же, черт не шутит. Конечно, Екатерина Тихонова, тем более, она научная работника. Она могла бы быть Екатериной Третьей, была Екатерина Первая правила, Вторая, причем все Екатерины правят, а не просто жены. Екатерина Первая какое-то время управляла, Екатерина Вторая, почему бы Екатерина Третья не могла управлять? Да, и к тому же о матримониальной жизни Екатерины Тихоновой нам ничего не известно. Это значит, что в любом случае вряд ли ее муж какой-то пассионарный маньяк, который захочет оттеснить супругу от управления и властвовать над Россией самому. Она глава фонда инопрактика по МГУ, у нее есть опыты научной деятельности, менеджмент на воплощение целого ряда достоинств, как внешних, так и гуманитарных. Поэтому думаю, да, Екатерина, я думаю, что Владимир Путин и думал о своей дочери в политике, и когда он выдвигал Ксению Собчак в 2017 году на президентские выборы, он в какой-то степени считал ее своей виртуальной дочерью. Вернее, считал он ее давно, со времен Анатолия Собчака. Крестная дочерь, а некоторые говорят, что она крестная. Я не уверен, что это так, но, во всяком случае, некой виртуальной дочерью она была и остается. Именно с этим связан выбор ее кандидатуры в качестве представителя либеральной квази-оппозиции на президентских выборах 2018 года. И, кстати говоря, ее опыт, ее короткой такой кампании довольно впечатляющий, потому что она говорила те вещи, может быть, она ничего не добилась, хотя она набрала больше, чем опытнейший Явлинский. В общем, больше, чем все оппозиционные кандидаты, кроме Владимира Жириновского и Павла Грудинина от КПР. Да, несмотря ни на что. А в некоторых городах так и вообще вышло на третье место. Почему действительно так рано отяснили Собчак из политики? Она могла бы побороться за пост губернатора и так далее. Почему она сейчас политики тоже теоретически на будущее могла бы... Ну, во-первых, ничего не закончено. Сейчас она проведет некоторое время программу на Первом канале. А там, глядишь, Александр Дмитриевич Беглов, нынешний лидер Санкт-Петербурга, состарится. Тем более, он после инсульта, у нее не все, так сказать, не все гладко. И как претендент на пост губернатора Петербурга, Ксения Анатольевна, кажется, мне вполне подходящей. Говорят еще о двух условных преемницах, когда перебирают людей, которые теоретически могли бы занять высший пост, который теперь уже не будет таким уж высшим, в связи с поправками Конституции. Это Эльвира Набиулина, которая уже давно держится на высшем банковском посту, таком финансовом. И Голикова, которая твердо рулит здравоохранением, социалкой и вообще всем, что касается, собственно, большинства россиян. И Минтруда под ней, все под ней, пенсионный фонд. То есть она влиятельнейший человек, определяющий судьбу наших бюджетников, работников, пенсионеров и так далее. Почему вот эти две прекрасные дамы не могут претендовать? Претендовать могут все прекрасные дамы эти в частности. Ну, у Эльвира Сахевзадана Набиулиной только один скромный недостаток. Все-таки я считаю, что президентом России должен быть человек, отчетливо русский, с фамилией Наоф-Еф-Ин, заканчивающийся Наоф-Еф-Ин. Даже если он на самом деле не русский, а в глубине души татарин или евреев, все равно номинально он должен быть русским. Этому критерию Эльвира Сахевзадана явно не отвечает, при всем уважении к ее гигантским достоинствам менеджера и финансиста. Татьяна Алексеевна Голикова отвечает, безусловно. Но мне кажется, она более сконцентрирована на том, чтобы все-таки после ухода Владимира Владимировича Путина от власти сменить пластинку и сконцентрироваться на личной жизни, по моим данным. И уже бы это сделала, если бы не уговоры действующего президента остаться, поскольку он не видит ей замены в том качестве, в каком она сейчас пребывает. Многие дочери, кстати, как и обе дочери президента, они по слухам или в реальности получали какое-то образование и на Западе. У Лаврова дочь получала образование в Лондоне и так далее. Вот как вы думаете, влияние дочерей элиты скажется в будущем на нашей политике? Безусловно. Потому что те ценности, которые представители этого поколения приобрели на Западе, они так или иначе вернутся в российскую политику. Другой вопрос, насколько они будут отрихтованы нашими реалиями. Все-таки это дочери из российских богатых семей, которые так или иначе подчинены укладу, регламенту и распорядку именно российской олигархии. Но в любом случае хорошо, что они учились на Западе. Они что-то знают, чего не знают их отцы. Даже самые профессионально подготовленные. А в целом наше население уже готово к тому, чтобы все-таки лидером страны была лидерша, как это происходит. Да, я думаю, что все-таки монархический ритуал остается в действии. И если будущий лидер КАП, как требует говорить от нас политкорректность наших дней, будет официальным преемником предшественника президента, то есть Владимира Путина, то все пройдет на ура. Про диалог России-Запад, про диалог России-Германия. Насколько он сейчас актуален? Ангела Меркель была и остается достаточно неудобным партнером и собеседником для Владимира Путина, поскольку друг российского президента это Герхард Шрёдер, ее предшественник. На нем он председатель Совета директоров Роснефти, как мы знаем, и даже имеет огромные кабинеты, квартиру в Москве. Ангела Меркель же всегда призывала Путина следовать нормам и требованиям демократии. Он резко и категорически осудил и аннексию Крыма, и войну на юго-востоке Украины. В 2014 году, произнеся в телефонном разговоре с тогдашним президентом США Бараком Обамой, сакраментальную фразу «Путин находится в нереальности». Тем не менее, в январе 2020 года Ангела Меркель прибыла в Москву, чтобы обсудить вопросы транзита власти и в России, и в Германии. И они с Владимиром Владимировичем сошлись, что пора им обоим уходить. Ангеле Меркель в следующем году тоже пока не ясно, кто будет ее преемником, поскольку бывшая преемница Анна Град Крамп Каренбауэр, представитель Христианского демократического союза, уже отказалась от этой роли после электорального скандала в Тюрингии, где ХДС неожиданно заключила альянс ультраправой альтернативы для Германии, что Ангеле Меркель категорически не понравилась. Кстати, один из возможных преемников – открытый гей, 39-летний Йенс Шпан, ныне министр здравоохранения Германии. Тогда может сложиться ситуация не только, когда впервые в Германии лидером страны станет открытый гей, но и лидером ХДС станет гей, при том, что эта партия всегда занимала консервативную нишу. И стоило бы скорее ожидать, что лидером социал-демократов, социал-демократы первыми обретут лидера гея, но может здесь стать наоборот. И, кстати, кандидат в президенты США может стать? Кандидатом, да. Питер Бутти Джиджи, да, бывший мэр города Саутбэн в штате Индиана, конечно. Причем, если его в чем обвинять сегодня, что он недостаточный гей. Там же есть целая группа гей-активистов против Питта Бутти Джиджи, которые объявили, что настоящий гей – это тот, кто в постели ведет себя, может вести себя и активно, и пассивно. А если ты ведешь себя в постели только активно, то ты гей наполовину. И вот, собственно, Питта Бутти Джиджи – это инкриминирует его гей-оппоненты. Возвращаясь к Ангелу Меркель, уступает свою роль неформального лидера Евросоюза, Маниэлю Макрону, президенту Франции. Именно поэтому совершенно не нужно было устраивать скандал с Петром Павленским на ровном месте из-за Russia Today и агентства в спутниках неаккредитации в Елисейском дворце, потому что это сейчас может ухудшить диспозицию перед возможным заключением пакта России и запад-энтузиастом, которым пресловутый Макрон и выступает. Но без согласия Германии, как ключевой страны Евросоюза, и чья роль еще усиливалась после Брексита, после исчезновения центра конкуренции в лице Великобритании, и без воли Ангела Меркель, которая 15 лет была неформальным лидером Евросоюза, ничто это совершиться не может. И госпожа Меркель нарушила свое правило не посещать Москву после аннерсии Крыма, прибыв в Москву, и мы должны все это обсудить. Поэтому, как бы ни относились друг к другу в личном плане Путин и Меркель, судьба и транзитов власти в обеих странах, и трансформация отношений России и Европы будут решаться с их активным участием и в их взаимодействии. Но так или иначе, Меркель это еще один пример, образец женского правления, которые признали не только немцы, но и вся Европа признала ее, по сути, своим лидером на каком-то Италии. Да, при том, что когда она приходила к власти, никто об этом не думал. Она казалась достаточно серой мышкой, проходной фигурой, но она показала Европе, чего она стоит. И, в общем, никто конкурировал с ней так и не смог среди лидеров других государств, двоих ключевых политических фигур в самой Германии. Но, кстати говоря, Екатерина II тоже ее муж не считал чем-то очень достойным. И вот что с мужем случилось. Да, и вот что с мужем случилось. Ангела Меркель все в порядке, он профессор химии. Да, жив и здоров. Все потому, что он не пытался перечить собственные женщины. Из опыта женского правления в России, вам кажется, что-то было удачным и таким удачным примером для подражания сегодня? Ну, Екатерина Великая – это очевидный пример. Это, собственно, высшая точка расцвета Российской империи. Да, в общем-то, скорее мы не видим неудачных опытов женского правления. Мы не видим рискованных авантюр, дешевой борьбы амбиций, которым часто склонны мужчины. И, в общем, всего того, что и привело Российскую империю к революции 1917 года. Собственно, ведь Николай Второй подозревался многим в том, что фактически им управляют супругой. В какой мере это было так, непонятно, но ведь давно установлено, что борьба с нежеланием принять решение зачастую бывает тяжелее, чем борьба с каким-то не было самым жестким решением. И Николай Второй, скорее, был жертвой именно этого, чем женского влияния. В этом смысле, если бы у него не было супруги, то его негативное упрямство, то есть упорство в нежелании, что бы то ни было решать, было бы еще гораздо страшнее для страны. С другой стороны, все-таки, надо сказать, что опыт не то, чтобы совсем однозначный. Началось все с убийства мужа, законного супруга, законного императора. Да, это убийство такое висело тенью, и Пугачев себя выдавал, собственно, за убитого супруга. В России вообще нельзя прийти к власти, не объявив себя царем. В этом важнейший элемент российского монархического сознания. Собственно, русский царь всегда самозванец. Это мы видим по луже Дмитрия. Собственно, это висело тенью над Александром Первым. То есть, это не уникальный случай в русской истории. К тому же, она не давала править своему сыну Павлу, который потом дорвался до правления. И, кажется, много чего успел наворотить. И в негативном и позитивном смысле, да. Но мы видим, что карьера Павла тоже оказалась недолгой. Кстати, у Валентины Ивановны Матвиенко, к сожалению, ее супруг в прошлом году скончался. Уже поэтому мешать ей мужу править страной не будет. А будет ли ей мешать Владимир Путин? Ну, посмотрим. Да, но мы присоединяемся к поздравлениям с 8 марта, которые звучат и еще будут звучать многие дни. Перед этим всенародным праздником, наверное, гораздо более значимым, чем даже день 23 февраля. А вы оставайтесь, уважаемые зрители, на нашем YouTube-канале «Кто управляет Россией». Смотрите следующие серии в ближайшее время нашей новой программы «Последний Белковский» с Максимом Гликиным. Спасибо, Станислав Александрович. Спасибо большое, Максим. Привет всей нашей аудитории и до скорой встречи.